на привет друзья слушайте я тут обещал одному человеку очень важную вещь он мне написал я не называю имен это очень интересно для всех полезно значит что вы думаете по поводу прибор специальный прибор издан его уже начинают распространять я тоже не называю название это не нужен совершенно вот этот прибор говорит если с ним говорит поработать положить на него руку и делать таким образом 10 специальных прокачек то потом после этих прокачек возникает состояние такого облегчения а потом еще две прокачки этот разный уровень положил руку на прибор и он начинает работать и ты после этого начинаешь в состоянии полета возникает чувство легкости восстановления сил ну просто такое необыкновенное состояние но короче говоря вот что скажу один маленький пример и все будет понятно значит когда-то давно давно меня ждал мой двоюродный брат на пятом этаже потому что он заикался и хотел наконец добиться от меня чтобы я ему гипноз провел и гипнозе от заика не избавил ну я немножко тушевался потому что мой двоюродный брат старше меня немножко и потом я только начал заниматься гипнозом и у меня еще и опыта не хватало он так надеялся и ждал и вот я иду значит а мне надо было из моего дома дойти до этого дома и там до пятый этаж поднять я иду такой вот неуверенный в себе и потом я читал как раз накануне про чакры про чакры и что если концентрироваться на чакрах то включается энергия и короче говоря я иду значит иду поднимаюсь там на горку потом по ступенькам потом опять на горку и все это время время от времени до сосредотачиваясь на чакре ожидая что она включится и это энергия по спирали спинного мозга пойдет что-то со мной произойдет я вот так сосредотачиваюсь то есть сосредотачиваясь мое внимание опускается на эту чакру мысленным взором я смотрю с точки зрения этой чакры на окружающую действительность то есть я иду время вечернее и в это время мое внимание там в этой чакре я там сосредотачиваюсь но как бы я представляю что я там нахожусь а сам иду в это время то есть я там нахожусь в этой чакре концентрирую свое внимание как будто я оттуда вижу все это не отсюда глазами оттуда все это вижу это каким-то образом так концентрируется и вот представьте себе я подхожу к дому пятиэтажем у меня надо подняться на пятый этаж и в какой-то момент вдруг у меня включилась такая сила я на пятый этаж взлетел я пришел он сидит и вдруг я чувствую во мне такая сила что я стал даже боясь громко говорить я стал говорить тихо-тихо потому что меня распирала эта энергия я так тихо ему говорю положи руки на стол он положил руки на стол я говорю смотри на свои руки и он смотрит на свои руки я ему тихим голосом вот так видимо как-то говорил я не знаю как я говорил но тихо говорил потому что мне казалось что он вам не такая мощь что если буду говорить громко что-то случится я короче говоря могу ли смотри на свои руки они прилипают к столу прилипают к столу вот и чувствуешь как кожи твоих пальцев кожи твоих ладошек прилипает к столу прилипает к столу пальчики расходятся пачки расходятся ты не можешь оторвать их пальцы прилипает к столу я ему говорю это говорю это говорю это руки пролипли ты не можешь поднять своих рук прилипли к столу я ему говорю и ты перестал заикаться я ему говорю говори свободно говори свободно и он так да что сказать я говорю а я же знаю эту фразу такую за меня ну я когда ему ассистировал там на эстраде за их так я иду до длинного высокого деревянного забора я ему говорю скажи я иду до длинного высокого деревянного забора и он так я иду до длинного высокого деревянного без всякого заика я потом долго думал слушайте как это у меня получилось ну я просто чувствовал в этот момент что надо делать и говорил вот так даже тихим голосом это я сейчас ну вот а теперь вот насчет этого прибора прокачка этот прибор на него гайд руки положишь тоже но может так положь неважно тут руки просто совпадение и он что-то там генерирует какие-то волновые частоты генерирует какое-то это изобретение так разрекламировала но хорошо хорошо вот я теперь второй пример приведу потом еще это подытожим зачем я это все рассказываю второй пример заключался в том раньше магнитный браслет носили чтобы давление было нормально потом через годы мода поменялась стали цирковый браслет носить но потом мода поменяется будут там какие-то чиповые браслеты носить чтоб давление было хорошее еще другой пример приезжал какой-то очень такой известный целитель через переводчика работу вызывал из зала любого человека кто хочет избавиться от болезни говорил что это помощь что надо обязательно под врачом под его вниманием под наблюдением находиться что он не лечит что только помогает включает силы организма человек ложился и он проводил пассы такие пассы человек лежал да и вдруг у него на или руки или ноги начинали дергаться и он говорил какие-то покалывания пошли мурашки пошли по телу токи пошли да еще еще немножко подергался потом расслабился и так он проводил несколько человек вот такие сеансы и они потом рассказывали что они встали лучше себя чувствовали но не все большинстве еще один пример еще один пример ко мне приехал из омска парень это уже много лет назад приехал парень тогда была мода на биополе мода на биополе не на браслеты не на приборы которые генерируют а на биополе и значит я когда ему сказал что у тебя рука всплывает у него сразу раз рука пошла начала всплывать потом я ему начал объяснять теорию что это потому что ты включаешь образ 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 вызывает рефлекс я ему говорил что биополе тут ни при чем что это все в тебе вся эта генерация происходит все в тебе нервной системе и когда ты представляешь себе что она сейчас пойдет а ты веришь в это биополе потому что на газетами прорекламирована она прорекламирована телевидением это авторитет телевидения такой мощный да и ты там он мне рассказывал что он ищет в этом биополе ищет коридоры где он нащупает как его биополе уже попал в поток такой я ему это объясняю что ты у себя там сканируешь выходишь на образ на образ который совпадает с твоим состоянием и у тебя тут включается установка который ты сам себе задерживая я ему это объясняла и потом у него пропала эта возможность то есть он пытался чтобы рука у него пошла она уже перестала идти потому что я ему один образ вышиб который у него был а другой так и не создал ну вот интересно правда же другой так и не создал и он так и не смог но у него буквально пять минут назад все получалось а после моих всех объяснений перестало получать вера пропал прошу верил образ а я тот образ но теперь то мы знаем что надо подбирать образ подбирать образ надо который ты веришь который тебе ну магниты представишь веришь магнит и вот воображай себе магнит и вот так держи руки свободны воображай себе магнит и вспоминай как школе это было и пошло 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 поэтому у нас есть принцип отбора путем перебора методик ключ и поэтому когда я шел гипнотизировать избавлять от заикания своего дваждого брата что я сделал я вот потом думал что я сделал я же концентрировался на чак и дело был и не в чаке хотела было в образе и дело было в том что было определенный аргал алгоритм совершен то есть я концентрировался со сосредотачивался с сосредоточился и с какой-то усилен напряжение nächste циска потом не отвлекался потом опять шел потом опять шоу примерно опять концентрировался но я концентрировался молчаливо полагая что это чакра включит энергию то есть ожидание то у меня было бессознательно она же у меня это концентрация ассоциировала с этим результатом и вот когда я алгоритм этот совершил напряжение ослабление напряжение ослабление напряжение расслабление а потом отвлекся у меня как понесло я да дело было не в чакре потому что потом я этот механизм использовал много раз не на чакре а в ключе ключе когда я вам например говорю представляете себе что руки расходятся ключевой стресс-тест вы же напрягаетесь вы же представляете это это уже напряжение все равно что я чакру себе концентрировал на ней внимание да или представляете что рука поднимается вы же напрягаетесь и вот когда вы делаете подбор путем перебора этих приемов допустим руки не пошли тогда вы представляете что руки поднимаются не пошли тогда вы представляете что руки притягиваются не пошли тогда вы представляете что ваша голова начинает вот так вот поворачиваться просто представляете и вы ищите и время от времени, напрягаетесь и расслабляетесь, а потом сели, и у вас такое лёгкое состояние. Как на том приборе, на генераторе, о котором мне спрашивали, да? Ради кого я сейчас это всё выступаю, и вы все при этом эту информацию получаете. И вот тут самое интересное. Последняя записка от этого человека была в парапсихологию. Вы верите или нет? Верите вы в то, что можно по фотографии, увидеть ауру человека, увидеть, когда он будет здоров, или он умер, или умрёт скоро. Слушайте, я вам хочу сказать, всё дело в вас. Есть такие люди, их 30-30 примерно процентов, которые настолько легко входят в транс, они во сне летали, во сне летают. Некоторые мне говорят, а я и сейчас летаю во сне. Они легко курить бросали, они легко входят в альфа-состояние, в аутагенное погружение. Ну, чего там генератор? Ну, конечно, генератор. Ну, купи ты себе этот генератор, положи туда руку. Да, то же самое происходит, даже если этот генератор вообще ничего не излучает, понимаете? И то же самое было с магнитными браслетами, с цирконевыми браслетами. То же самое было с кремлёвской таблеткой. Кремлёвская таблетка, это ж такой авторитет был, что члены политбюро, для них изобретена кремлёвская таблетка, он её проглотил, а она лечит все болезни. Ну, а гомеопатия? Да. Ну, правда, авторитет гомеопатии ещё раздувается за счёт того, что там не только там маленькие гранулки такие, в которых ничего как бы нет, а только информация. Нет, иногда туда и закладывают лекарства в микродозах. Да, ну, поэтому сейчас не поймёшь. Иногда для того, чтобы поддержать авторитет, закладывают гомеопатические средства, препараты на самом деле медицинские в каких-то дозах. Ну, ладно, я вам просто что сказал? Кто-то мне говорит, а нам не важно. Нам главное, чтобы помогло. Ну, я думаю, ну, если ты такой вот, что тебе неинтересно, как механизм работает, а главное, чтобы помогло узнать. Будет такая ситуация, когда у тебя не будет генератора. Будет такая ситуация, когда у тебя не будет гомеопатии. Будет у тебя такая ситуация, когда у тебя не будет гипнотизера. Будет у тебя такая ситуация, когда у тебя чакры не будет. Ну, я шучу, да? Вопрос не в этом. Мы же обучаем навыкам саморегуляции, поэтому я объясняю механизмы. да, если я у кого-то нарушил веру во что-то, ну, например, в биополе, там, как у того парня рука перестала, да? Так вот, наука саморегуляции, принципы саморегуляции, принцип подбора путем перебора, по критерию автоматизации скорости, вхождения в ритм, там, вот это вот алгоритмы напряжения, расслабления, напряжения, расслабления, напряжения, расслабления. Это же есть и в дыханиях, методиках дыхания. В конечном счете ты приходишь к этому состоянию, когда, как она написала, после прокачки семи энергетических центров наступает состояние полета, чувство легкости, восстановления сил. Но у нас есть упражнение полета. Делаешь ключевой стресс-тест, выходишь на состояние, когда ты летаешь, да, гора с плеч. Да, поэтому выбирайте, выбирайте генераторы, выбирайте цирконевые браслеты, да, медные, какие хотите, но помните, если у вас будет ключ, мы всегда, когда ничего не будет этого под рукой, и поэтому, если вера имеет большое значение, да, но знание имеет значение еще больше, потому что ты всегда сможешь без ничего, в любой точке времени и пространства, зная, зная, на чем это основано, и как это работает, подбирать себе приемы, а сам подбор приемов развивает креативность, творческие качества мышления, да, и подбирая разные приемы, делая только то, что получается, отбрасывая то, что не выходит, не зацикливаясь на неудачи, а в поисках то, что получается, у тебя развивается позитивное мышление, и потом у тебя начинает получаться то, что раньше не получалось. тут совершенно необыкновенное обучение, индивидуальный подход, да, вот это я вам и хотел рассказать. А парапсихология это, извините меня, верит по фотографиям и так далее, когда вам говорят, когда вам говорят, дайте вашу фотографию, у меня там человек красноярский в Нью-Йорке, он вас вылечит от того-то и от того-то. Это ваша психология. Если вы в это верите, если вы в это верите, да, по вере вашей это будет вам. Но если вера помогает человеку, то знание, я вам сказал, это сила. Она помогает в любых обстоятельствах. И вот моя картина называется «Свеча надежды». Она очень очень хорошая картина, я ей горжусь. Это такая уже версия, да, я ее рисовал, 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 и наконец я ее нарисовал. Я считаю, что она почти законченная, но может еще один лазочек мастера, да, но посмотрите, как здорово. Колечко, пламя свечи, а какая трагедия в глазах, посмотрите, какая трагедия и ожидания света в конце туннеля. Я думаю, друзья, все будет хорошо. И поэтому все будет хорошо. До встречи.